Здравствуйте! В эфире программа «Сарапул. Новости» в студии Юлия Седова. И мы расскажем вам о самых последних новостях из жизни города. На прошлой неделе в Сарапул приезжали предприниматели со всей республики. Представителей Ассоциации Деловая Удмуртия интересовали условия развития бизнеса в нашем городе. На встрече, которая прошла на одном из предприятий города, присутствовал и глава Сарапула Александр Ессен. Глава города Александр Ессен и представители Ассоциации Деловая Удмуртия местом встречи выбрали Сарапульский пивзавод. Одно из старейших предприятий города со своей неизменной технологией пивоварения. Интересную экскурсию по заводу провел руководитель. Николай Юшков рассказал свою историю возрождения предприятия. У нас приехало достаточно большое количество руководителей предприятий, которые смогут понять, что им интересно, каким образом они могли бы для себя увидеть Сарапул в будущем, что предоставляет им Сарапул, какие территории, приложения сил, возможности сегодня есть в городе Сарапул. Я надеюсь, что мы найдем здесь точки соприкосновения. Среди предпринимателей – руководители банков, нефтяных, торговых, мебельных компаний, руководители строительных фирм и производственных площадок. И у каждого свои виды на город. Сегодня мы приехали на встречу с главой города Сарапула и хотим задать ему определенные вопросы, чтобы часть бизнеса переориентировать сюда, в Сарапул. Для того, чтобы Сарапул развивался и наши компании тоже шли по пути развития. И те вопросы, которые мы зададим, мы после этого сможем получить, когда получим все ответы, мы сделаем свои решения. Здесь очень такой креативный глава города, который, мне кажется, дает очень хороший задел, заряд энергии для бизнеса. Бизнес развивается, люди активные. Конкретно и более детально бизнесмены о своих планах предпочитали не рассказывать. Подтвердили лишь одно – сейчас, когда город получил статус территории, опережающего социально-экономическое развитие, он еще более привлекателен. Цель – это рассказать членам деловой Адмуртии о потенциале города, о территории опережающего развития и предложить, соответственно, сотрудничество. Мы сейчас общаемся по некоторым памятникам и архитектуре с здесь присутствующими людьми. Я думаю, что у нас получатся интересные инвестпроекты и заживут здания новой жизни. Встреча на камеру закончилась традиционным фото. Уже после, без журналистов, глава Сарапула и предприниматели пообщались, как говорится, по существу. Не оплатил счет и отключили воду. Специалисты Водоканала наведались в дома должников и перекрыли краны для подачи воды. Способ оказался действенным и заставил потребителей оплатить счета. Как прошла встреча с должниками, знает Айгуль Зайнулина. В частном секторе в районе обувной фабрики стоит техника Водоканала. Грузовики и тракторы приехали сюда не на устранение аварии, а на отключение потребителей и должников от сетей водоснабжения. Вот так, а то приехали с целью уже демонтажа водопровода от центральной системы. То есть это крайняя мера? Это крайняя мера, да. Мы вызывали представителей, сняли технику с аварийных работ. Ну и других причин как бы, ну просто люди не слушали. Вот единственная мера уже крайняя, вот сегодня хотели уже раскопать. Владельцы четырех домов на этой улице не оплачивали счета за воду. Более того, они подключились к водоснабжению самовольно. Здесь по улице они вообще не зарегистрированы были даже, они не оплачивались за воду. Это как самовольщики. Сейчас они приедут и там их уже рассчитают в Водоканале. Сколько там оплачивать им надо будет. Потребители, увидев тяжелую технику, убедили рабочих не вскрывать грунт. Как договорились с хозяевами дома, и отключение произвели в самом техническом подвале. Дома вот по улице Кооперативной, путем перекрытия вентиля с последующей опломбировкой. Пока должники не оплатят долг за потребленную воду и штраф за самовольное подключение к сети, воды в их домах не будет. Идти с документами сразу же в абонентский отдел Водоканала, оформлять документы, тогда у них штрафа не будет. В мае было мисте, по мисте тоже многие очень заключили договор, и штрафа им никакого не было. Но эти люди, правильно, не заключили договор. Сейчас штраф, а потом уже их снова включать будем. Затягивать ситуацию теперь не имеет смысла. Вода – ресурс, необходимый для семьи ежедневно. Вообще ситуация с самовольным подключением к сети водоснабжения характерна для многих частных домов Сарапула. Эти потребители должны понимать, что они нарушают закон. Как показала практика, отключение должников от сетей водоснабжения – мера действенная. Итог визита специалистов Водоканала на эту улицу таков. Все четыре должника незамедлительно отправились оплачивать счета за воду. 8 сентября город отмечает фестиваль уличных театров «Капуста Дэй». В этом году на фестивале ожидается масса новшеств. Это и новое место проведения, и новые возможности для зрителей. К примеру, зрители смогут поучаствовать в фотоконкурсе и выиграть годовой запас шоколада. Все подробности далее. 8 сентября мы приглашаем всех жителей города Сарапула принять участие в театрализованном шествии ДК радиозавода в рамках фестиваля «Капуста Дэй». В 15.00 каждый желающий сможет присоединиться к нашему шествию. Мы начнем формировать большую колонну. Независимо от того, участвовали вы в программе мастер-классов, делали вы какие-то костюмы, мы ждем каждого жителя нашего города. И, конечно же, в рамках фестиваля в этом году мы привозим двух хедлайнеров. Это театр «Дебуф» из города Уфа и театр «Птиц» из города Ижевска, который уже полюбился сарапольскому зрителю. Я думаю, что программа получится настолько насыщенная, что она будет интересна как младшим, так и средним школьникам, и, конечно же, будет интересна взрослым. На набережной вы сможете найти абсолютно все. В том числе, также можно будет выиграть приз – годовой запас шоколада. Что для этого нужно сделать? Сфотографироваться в фоторамке, выложить фотографию в группу, получить лотерейный купон и опустить его в лототрон. Напоминаем, фестиваль уличных театров «Капуста-дэй» состоится 8 сентября. Старт театрализованного шествия Дворца культуры радиозавода в 15.00. Начало программы на набережной в 16 часов. С очередным рейдом по городу проехали инспекторы муниципальной милиции. На этот раз их интересовали надписи, содержащие запрещенную информацию. Что ждет владельцев зданий, на которых инспекторы найдут такие надписи? Ответ на этот вопрос в сюжете далее. Муниципальная милиция с очередным рейдом по городу. На этот раз они патрулируют центральную часть. Под пристальным вниманием фасады домов и заборы. Проверяем наличие содержания фасадов зданий, ограждений, частных собственностей, различных форм собственности. На предмет наличия на них различных надписей, объявлений, которые содержат какую-либо информацию. Во время проверки каждая надпись или объявление обязательно фиксируется. Записывается адрес. Дальше инспекторы будут устанавливать собственника жилого помещения. Согласно правилам благоустройства, собственники обязаны следить за своим домовладением. Необходимо смотреть наличие на них каких-либо повреждений, надписей, объявлений. Размещение этих надписей незаконно, согласно правилам благоустройства города Сарапова. На устранение недостатка собственнику дадут время. Если работа не будет выполнена в срок, собственника ждет административная комиссия и другие меры воздействия. Как поясняют инспекторы, владельцы и управляющие компании должны, не дожидаясь уведомлений от муниципальной милиции, приводить в порядок и помещение, и прилегающую территорию. Правила благоустройства должны соблюдать все. Всего за время рейда инспекторы взяли на контроль более десятка домов. Еще по пяти адресам проехались повторно. В большинстве случаев недостатки устранены. 10 сентября – Международный день предотвращения самоубийств. Ежегодно в мире 800 тысяч человек добровольно расстаются с жизнью. Неделя с 10 по 16 сентября в Удмуртии посвящена профилактике суицидов. Ряд мероприятий по этой теме пройдет и в Сарапуле. Россия занимает 18 место по уровню смертности от суицидов в мире. Удмуртская республика находится на 12 месте среди регионов страны по этому показателю. Каждый год в республике более 500 человек совершают суицид. В Сарапуле в 2017 году было зарегистрировано 30 самоубийств. В этом году Удмуртия стала первым регионом России, присоединившимся по инициативе Министерства здравоохранения к акции «Всемирный день предотвращения самоубийств». В августе стартовал образовательный интернет-проект «Сделай пять шагов, чтобы спасти жизнь», рассчитанный на разные социальные группы для привлечения внимания как можно большего числа людей к этой проблеме. Основная цель проекта – научить граждан распознавать суицидальное поведение и оказывать помощь. Адрес сайта – 5шагов.перезагрузистресс.рф Пять шагов, описанные на сайте, помогут грамотно вести себя с человеком, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и подскажут, куда обратиться за получением профессиональной помощи. Неделя с 10 по 16 сентября в Удмуртии будет посвящена Всемирному дню профилактики суицидов. 11 сентября в Сараполе в администрации города пройдет обучающий семинар. На него приглашены представители администрации городов и районов, врачи, социальные педагоги, психологи, специалисты центров социального обслуживания и представители религиозных конфессий. Также 11 сентября в музыкальной школе по улице Горького, 61-Б, состоится информационно-оздоровительная прогулка с врачом на тему «Суицидный выход из проблемы». В мероприятиях могут принять участие все желающие. Это может быть ты, твоя сестра, брат, племянник или мать. Это может быть твой друг, одноклассник, коллега или тот, кого ты даже не знаешь. Это может быть беседа, вопрос, неожиданный комплимент или просто улыбка. Ты можешь все изменить. За время, которое ты потратил на просмотр этого ролика, кто-то где-то в мире закончил жизнь самоубийством. Так не должно быть. У тебя есть 43 секунды, чтобы все изменить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это все новости на сегодня. Смотрите наши программы по телевидению по понедельникам и четвергам, а также в удобное для вас время в сети интернет. На официальном сайте администрации города Царапало и его страницах в социальных сетях. Далее эфир продолжит прогноз погоды. Добрых вам дел и только хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok